Мадам Баттерфляй Мадам Баттерфляй А так как я была не крупного телосложения всегда и в детстве тоже, то я выглядела моложе, чем я есть и в 11-летнем возрасте и как-то так сходила с руками. Я только что слышал то, что не могу никак понять. Что же? Конечно, эта новость выводит из себя. Моя тетя, с которой я жила, играла на арфе в симфоническом оркестре, мой дядя играл на флейте в оперном оркестре, а бабушка работала в оперном театре заведующей оперной труппы. Поэтому я все свое детство околачивалась то в симфоническом оркестре, то в опере и балете. Поэтому, конечно, когда мне первый раз посчастливилось попасть на драматические спектакли, мне было где-то уже 7 лет. И мне это казалось чудовищно, что люди говорят какими-то искусственными голосами, что они не поют, не танцуют. Это все ужасно. Мне, как ни странно, драматический театр показался искусственным очень по сравнению с оперой и балетом. Потому что, наверное, будучи ребенком, я условности оперы и балета воспринимала гораздо органичнее, чем речь в театре. И, конечно, сентимент и какое-то чувство знакомства и дома, связанное с оперным театром и балетом, осталось навсегда со мной. И когда я попадаю в оркестр, певцы и даже театральные мастерские, и то ты входишь и ты понимаешь, что ты дома. Тетя, которая играла на «Альфе», пыталась научить меня играть. И, конечно же, какие-то базовые вот эти «До» и «Сольфеджо» меня учили. И, конечно, я, наверное, если вы меня сильно припрете к стенке, я смогу прочесть ноты. И я как бы понимаю, где кусок кончается хотя бы, где пауза, где что. Я участвовала в разных операх. Я участвовала в «Пиковой даме», танцевала из опер «Демоне», «Фаусте». Да, «Демон» был поставлен в «Вильнюсе», и в «Демоне» я играла ангелочка, а в «Фаусте» я играла чертенка. Какой же еще опера «Баттерфляй», «Бохема». «Бохема» меня пробовали. Там есть маленькая, где она поет «Хочу трубы и лошадку». Но как-то меня все-таки решили, что лучше я буду в первом акте переносить дрова. «Порги ирбес» и «Аида», конечно, с веером. Я была маленький, затемненный мальчик, и с веером махала во всю, в «Амнерис», во всех. Поэтому, конечно, все эти оперы для меня – это часть детства, часть моей жизни. Я очень сентиментально к этому отношусь. Но это не значит, что я не люблю современную музыку. Мне это нравится, я даже иногда везет, я что-то слышу. Вот «Ариадна» для меня незнакомое произведение абсолютно. То есть для меня это познание. Как ни странно, в последнее время немало музыкальных каких-то произведений, в которых я участвовала. Мы в Вильнюсе с симфоническим оркестром Гинтера Ригявичуса сделали «Жану Д'Арк на костре», что было великолепно по-литовски и по-французски. А потом с Михей мы познакомились, с Михаэлем Штурмингером мы познакомились в Вене и сделали спектакль под названием «Вариации Джакомо». Это полудрама, полуопера. И это музыка Моцарта. И как бы это очень музыкальный кусок. Сейчас я здесь, в Мариинском театре. И в перспективе, наверное, есть еще одно музыкальное произведение. Мне очень понравился зал. Мне понравился звук зали. И, как ни странно, мне понравился запах зала, потому что он до сих пор пахнет свежим деревом. Я получаю огромнейшее удовольствие от музыки. К сожалению, очень редко мне посчастливее будет попасть в оперный театр вот так, чтобы выслушать музыку оперы от начала до конца. Но я все надеюсь, что будет больше времени.